У меня один знакомый писал диссертацию на тему длительных постов, и он пришел к выводу, и я тоже так же считаю, что длительные посты могут реально улучшить здоровье, но разрушают психику. Люди, которые постятся длительно, они становятся безрадаптированными в общественной среде, то есть им трудно, вот человек, который постится там 5-6-7 дней, он потом даже в автобус не может зайти, ему тяжело даже людей переносить на дух, то есть он становится одиночкой. То есть эти длительные посты рекомендуется там монахам для достижения духовной силы, но обычному человеку, который работает там на заводе где-то, ему не нужны такие длительные посты. Ум становится очень чувствительным от этого, не переносит чужеродного воздействия психического. Психика травмируется от длительных постов. А паск на варьевниках еще? Да, такое возможно, да, есть разные, разные посты дают разный результат. Пост на вареных овощах тоже возможен, но он не дает такого очистительного действия, то есть очищение скорее возможно только с сырыми овощами. Вареные овощи и пост на вареных овощах нужен для того, чтобы восстановить здоровье при хроническом заболевании каком-то. Вообще монопродукты вареные нужны для того, чтобы восстанавливать пищеварение у человека, восстанавливать здоровье при тяжелых послеоперационных состояниях или вообще в целом тяжелых состояниях здоровья при восстановительном процессе вареных продуктов, кашица такие различных продуктов, которые мягко, спокойно действуют на организм. И овощи, такие вот как кабачки, допустим, патиссоны, тыква, свекла, они вот как раз могут так подойти для такого восстановления здоровья. Это питательный уже пост, который не очищает, а питает человека. Дальше следующий пост на зелени. Особенно в Америке сейчас стало популярно пить, допустим, сок из свежевыжатых, допустим, листьев салата или шпината или петрушки, допустим, и так далее. Вот эта вся зелень, она, ну, пост на таких, лучше всего эти соки разбавлять с водой примерно один к трем, потому что они обладают огромной силой влияния на организм, можно там реально так напаститься, что мало не покажется. Ну, то есть идея в чем заключается? Что пост на таких зеленки, на этой зеленке, сильно влияет на обмен веществ. То есть идет сильное восстановление обмена веществ, там, нарушение белкового, допустим, жирового обмена и так далее. Реально очень сильно улучшается деятельность организма в плане обмена веществ. Если зелень, на зелень не постится. Да, кстати, если выделить овощи сырые, то пост на свекле, сырой свекле, дает уникальный результат, идет быстрое похудание. То есть человек кушает, как кушал, но при этом он худеет. Потому что свекла, она влияет на жировой обмен очень сильно. И интересно знать, что если человек именно сырую свеклу ест, ну, лучше с чем-то смешивать, потому что просто свекольный сок сырой, это бомба такая, очень трудно бить это все хозяйство. Лучше смешивать с морковью. Допустим, две части свеклы, одна часть моркови нормально, то есть легче перенести. И вот эти соки, допустим, свекольные с морковью, надо пить до 12, до часу дня. Когда солнце поднимается вверх, идет увеличение, как там, анаболизм, катаболизм, как там это? Метаболизм, анаболизм. Ну, то есть расщепление и усвоение. Ну, то есть расщепление веществ идет, когда солнце идет вверх. Когда солнце садится вниз, идет синтез. Допустим, с 12 ночи до 12 дня идет расщепление. А с 12 дня до 12 ночи идет синтез. Поэтому, если человек ест вечером, это 100% он поправляется. Его питание смещено в вечернее время. Чтобы человек не ел, он всегда поправляется, потому что все идет в синтез. Если питание смещено в первую половину дня, значит идет похудание. Если человек свеклу сырую ест, свекольные соки пьет до 12 дня, с утра до 12 дня, а во второй половине дня ест вареную свеклу, то свеклу, но уже вареную, с чем-то там. То это конкретно влияет на обмен веществ. То есть, очень быстро худеет человек. Очень быстрый процесс. Если он сочетает еще с аэробикой там, какой-нибудь бегом, там, что больше подходит. Плюс движение, свекла плюс движение, очень быстрые результаты похудения. Хорошая методика. И самое главное, она не портит жизнь. Потому что часто человек похудел. И можно ложиться ногами вперед. Дальше. Интересно, что также существуют такие необычные виды поста, как, например, есть такая методика. Есть вареную пшеницу, очень долго ее разжевывает. Есть такой метод поста. То есть, человек весь день ест только одну вареную пшеницу, и очень сильно разжевывает, пока она не растворится во рту. Вот сколько может, столько съесть, столько и ест. Ну, плюс вода, естественно. Этот пост сильно улучшает белковый обмен в организме. Это очень мощно влияет на белковый обмен. И увеличивает силы. Если человек ослаблен, он чувствует, что нет сил жить. У него ум не концентрируется. У него нет возможности выполнять работу. Ему трудно работать. То вот пост на такой пшенице увеличивает силы в организме. И улучшает еще, к тому же, белковый обмен. А? Как варить? Варить, просто варить пшеницу, разваривать ее, чтобы она была, возможно, было разжевать. Вот это уже другой вид поста. То есть пост на пророщенных зернах сильно увеличивает иммунитет у человека, повышает жизненные силы. И интересно знать, что римской армии солдаты во время сражения ели только пророщенные зерна зерновых продуктов и пророщенные бобы. То есть они больше ничего не кушали во время битвы. То есть они ели только пророщенные зерна во время битвы. И у них была колоссальная возможность сражаться, потому что в это время, когда человек ест пророщенные зерна, у него происходит взрыв защитных сил организма, иммунитета и работоспособности. То есть в экстренных ситуациях жизни, когда надо активизироваться, то человек делает пост на пророщенных зернах уже. Ну, естественно, надо пить воду в это время, когда человек пророщенных зернах. Дальше следующий вид поста, это пост на ягодах. Пост на ягодах нормализует углеводный обмен и сильно влияет на эмоции человека. Пост на ягодах снимает эмоциональное напряжение, обидчивость, гневливость, раздражительность. Человек успокаивается от этого поста. Пост на ягодах. Сильное напряжение психическое после каких-то тяжелых событий пост на ягодах может снять напряжение. Расслабляет психический человек. И это влияет также на углеводный обмен. В какой-то степени влияет на жировой обмен тоже. Иногда пост на ягодах дают такой эффект, что человек худеет. Но это не сильно эффективный способ вот в этом направлении. А вот ягоды надо выбирать по вкусу. Если вам не нравится вкус, то вы можете испортить все жизни. То есть надо поститься на ягодах лучше на свежих. И пост на ягодах эффективен, когда есть солнце. При солнце. Вот люди интуитивно садятся на ягодную диету во время солнца. То есть они кушают ягоды и как бы на солнце находятся. Потому что ягоды они охлаждают, все ягоды охлаждают человека от солнца. То есть человек на солнце, он охлаждается, у него улучшается обмен веществ, снимается психическое напряжение. Параллельно идет вот это солнце плюс ягоды. И люди естественно как бы природно знают, что это так. Они просто на дачу едут и на ягодках живут. На солнышке работают и здоровье улучшается. Такой метод. Дальше следующий метод это пост на фруктах. Фрукты надо опять же выбирать по внутреннему желанию. Пост на фруктах лечит депрессию. Колоссальный метод для лечения депрессии. Если человек постится на фруктах, он реально, у него депрессия, как бы вот этот пессимизм, нежелание жить, трудности какие-то внутренние, психические, проходит в результате влияния фруктов свежих. Именно речь идет о свежих фруктах. Потому что пост нужен для увеличения прана в организме. То есть энергии. Свежие продукты увеличивают прану. Лучше моно. Иногда можно разный. Но нельзя некоторые вещи смешивать с другими. Так, например, киви лучше не смешивать с другими фруктами и дынью. Может заклинить. Арбуз тоже не смешивать лучше ни с чем. Но это не фрукты. Итак, дальше поехали. Коль мы подошли к Бахчевым, то пост на Бахчевых, на Бахчевых он предназначен для очищения организма от различных камешков, шлаков. Ну, то есть это очищающая процедура. То есть очищается кишечник, почки очищаются. И пост на Бахчевых снимает психическое напряжение. Также расслабляет человека. Допустим, у меня такое вот есть в организме свойство. Если сильно перенапрягся, очень сильно напряжение, я не могу заснуть. Я ем свежую дыню. И я сразу расслабляюсь, засыпаю, но ночью бегаю в туалет несколько раз. Но все равно, как бы, жизнь налаживается потихоньку. Ну, то есть энергия вся уходит вниз, почки активизируются, естественно, и что делать? Вот. Мозги как-то расслабляют эта хозяйство, процедура. Что мы забыли? Пост на грибах не советую делать. Потому что грибы – это паразиты. То есть это растительная форма жизни, которая всегда только паразитирует. Соответственно, она влияет на иммунитет. Все грибы, с чем только не соприкасаются, всегда влияют на иммунитет. А? Ну, это овощи. На сухофруктах? На сухофруктах пост. Угу. На сухофруктах. Да, пост на сухофруктах с водой дает такой же эффект, как пост на фруктов, но более мягкий. То есть не сильно оптимизируется организм, а просто человек расслабляется психически, и ему радость не жить как-то становится. Это влияет на тонкое тело ума, пост на фруктов. Ум расслабляет, успокаивает. Еще пост на орехах бывает. Пост на орехах дает силу человеку, силу. Если человеку нужно выживать, ему нужна сила, физическая в основном. Пост на орехах и на бобовых культурах. Ну, в этом случае уже лучше всего немножко даже орехи лучше смягчать. То есть, типа быть, естественно, надо варить. Орехи тоже лучше, если постишься на них чуть-чуть, как бы, чтобы они не совсем сыры были, иначе можно напряжение сильно потом испытать, не заснуть даже ночью. Теперь следует знать, что посты лучше всего сочетать с сознанием влияние дней на человека. Каждый день. Гречка и молоко. Пост на молоке не рекомендую. Этот пост предназначен для духовной практики. То есть, пост на молоке сильно очищает разум, но он возможен только для тех людей, которые ведут очень возвышенный образ жизни. Пост на молоке в целом может сильно напрячь человека. То есть, ну, лучше не рисковать. на кисломолочный на кисломолочный хорошо, да, кефирчик. Пост на кефире разбавленным с водой. Это называется чач в Индии. То есть, кефир разбавленный с водой, немножко подсоленный, можно или подсахаренный. Такой пост улучшает обмен веществ, очищает организм от шлаков. Поэтому в санаториях во всех кефирчик на ночь пьют. А это слабит, то есть, лучше выходят токсины, слабит организм, успокаивает. Но в обычной жизни на ночь лучше пить не кефир. Потому что кефир сильно повышает огонь пищеварения и у человека булькать всю ночь будет. На ночь лучше пить молоко горячее. Молочные продукты это благостные продукты. Они улучшают качество характера человека. Поэтому в ведической кухне советуют везде добавлять какие-то молочные продукты. И это улучшает характер человека. А психику влияет хорошо. Целая наука как это делать. Гречка да паст эти как называют паст леную гречку. гречка гречка успокаивающее действие такое обладает успокаивающее расслабляет успокаивает снимает напряжение. Но тоже надо разжевывать так как зерновые то есть жевать сколько пережуешь столько можно есть. Не глотать и набивать желудок. Это будет трудно перевариваемая такая бомба. пост на мясе тоже использовался в Китае для того чтобы убить человека. Хороший метод. То есть человека кормили одним мясом через неделю он уже коньки бросал. Все. Очень просто. Одним мясом кормят такая смерть вид смерти такой был экзекуция. То есть человек лишался свободы ему давали только мясо. Хочешь есть хочешь не ешь. Если он ел мясо то через неделю он уже тютью. погибал просто. А? Ну а если без мяса можно и дольше прожить. Но если тебе мясо дают оно перед тобой стоит горяченькое вкусненькое и ничего больше нету. Вы сможете поститься. Да кстати там ограничивали количество воды также. Воды мало мяса много давали. В смысле в тюрьме в китайской? У тебя уже приготовились все. Воды. Ну как бы да все по-разному говорят мое мнение такое что человек должен пить воды сколько он хочется если он об этом помнит. Потому что проблема заключается в том что иногда люди забывают что они хотят пить. надо помнить что ты хочешь пить или нет спрашивать себя несколько раз в день и сколько хочется столько пить когда люди слишком много воды пьют то это разрушает огонь пищеварения и организм как бы становится слишком расслаблен а если люди мало воды пьют то копятся токсины соответственно в организме во всем нужна какая-то норма кстати насчет сыроедения тоже урведы однозначное мнение если человек питается только сырой пищей это возможно только в том случае если у человека природно очень много в организме огня я когда был на фестивале вегетарианском фестивале под Москвой Этнолайв там центр организовал этот фестиваль там были сыроеды которые сыроедят по 20 лет я посмотрел у них у всех очень огненная конституция и у всех одна и та же история я помирал есть ничего не мог начал есть сырую пищу выжил причина помирания потому что у него там ничего не переварило потому что слишком много огня в организме изжога гастрит язва и так далее человек начал есть сырую пищу и выжил но таких людей единицы понимаете в основном люди когда переходят на сыроедическую диету что это такое зачем она нужна эта диета омолаживает человека очищает тонкое тело грубое тело очищает очищает, а потом истощает дальше. Когда очищение уже произошло, дальше идет повышение чувствительности психики, снижение огня пищеварения. И люди, которые стоят по нескольку лет, а им это уже не надо, я видел много раз это. То есть, что происходит с психикой? Человек становится, психика становится очень неправляемая, жесткая. То есть, человек не переносит общение, ему надо уединяться постоянно. У него идет эстетический синдром развивается психически. Дальше. У него снижается пищеварение, и у него даже на сыроедческих продуктах все время сужается спектр питания. То есть, если он ел разные сырые продукты, постепенно он начинает есть все меньше и меньше, дает только до одного. А потом, чтобы ему вылезти из этого состояния, потому что через еще, через год такого питания наступает уже дистрофия органов, начинает развиваться, чтобы вылезти ему из этого состояния, ему еще на несколько месяцев постепенно расширять количество продуктов. Понимаете, геморрой конкретный. То есть, и реально люди себя вгоняют в это состояние, потому что они не понимают этого правила, что сырая пища предназначена для очищения организма, а не для того, чтобы на ней жить. Но интересно знать, что в условиях мегаполиса количество сырой пищи в организме должно возрастать, потому что камень съедает прану. Когда мы в камне живем, в каменных жунглях, люди слабые ходят все, им хочется сырой пищи, поэтому там надо увеличивать, когда человек в деревне живет, ему особо сырого не хочется есть, потому что кругом много энергии прана, природа дает эту энергию. Когда нет природы, кругом камень, тогда надо больше есть салатов и сырой пищи для того, чтобы выживать. И поэтому в условиях современной жизни как минимум половина сырой пищи в рационе должно быть. Если человек живет в городе, иногда и больше. Но вареная пища также нужна. Она необходима для того, чтобы поддерживать огонь пищеварения и для того, чтобы иметь спокойный нрав. Потому что когда человек только сырым есть, он становится как мустанг, неопузданный конь такой, знаете. То есть с ним общаться очень тяжело такой. Вот. Ну то есть как бы вот так. С возрастом количество сырой пищи возрастает. Вы знаете, я уже скажу, что есть пища, связанная с мировоззрением. Мировоззрение. Есть грибы или не есть, это вопрос ваших взглядов на жизнь. Есть мясо или не есть. Лев Толстой сказал, это не вопрос диеты, это вопрос взглядов на жизнь. Поэтому как бы если человек меняет свой взгляд на жизнь, он хочет жить более благостной, возвышенной жизнью, постепенно сокращает мясо в своем рационе. Это естественно. Нельзя сказать, что мясо вот это пища, которая вот так уж сильно вредна для здоровья. Но даже современные диетологи, у меня была передача, присутствовал один академик, как бы он занимается диетологией, он говорит, что красное мято, это абсолютно точно красное мясо, мясо крупных рогатых животных, 100% является мощным карцерогеном. Это уже 100% доказано. Ну то есть мясо по-любому сокращает продолжительность жизни. Есть диссертации на тему, что люди, которые питаются растительной пищей, дольше живут и здоровее живут. Поэтому точка зрения современной медицины однозначная, что количество мясной пищи надо сокращать. Нет однозначного мнения, что все должны без мяса жить. У меня такое мнение, потому что я занимаюсь медведами, а там это мнение 100% что мясо ничего хорошего не делает нам здорово. Но современная медицина считает, что больше овощей и фруктов меньше мясной пищи. Вот так. Так как мы в медицинском институте находимся в этом веке. Ну рыба более легкая. Чем меньше развита форма жизни, тем более легкая пища. Соответственно устрица еще легче, рыба чуть тяжелее. Ну да, земноводная еще потяжелее, дикие животные еще потяжелее. Самые тяжелые, самые развитые животные, это домашние животные. Еще потяжелее пища уже будет. Вы знаете, это сложная тема, вот вы говорите о выходах из поста сложнейшая тема. Да, выход простой. То есть есть какое-то правило внутреннее у каждого человека. Он несколько раз попастился, кто-то с водички начинает выходить, кто-то с фруктиков, кто-то с овощей тушеных. У всех по-разному, что хочется. Но всегда надо аккуратно. Ну то есть полдня выход идет с поста. Один день. Да, давайте по дням распишем посты. Это важно. Потому что это связано с планетами и это работает на сто процентов. Если человек хочет повысить свое положение в обществе, если он хочет стать ответственным, решительным, сильным, твердый характер иметь и как бы сильно влиять на этот мир, то он должен поститься в воскресенье. Это пост, связанный с влиянием солнца. Солнечный день. Воскресенье. Сандэй. Воскресенье. Солнечный день. Дальше. Мандэй или мундэй. Лунный день. Понедельник. То есть лунный день. Если человек хочет наладить отношения, улучшить обмен веществ, улучшить память, если человек хочет успокоиться, если человек хочет гармонии в жизни, в личной жизни, в личной жизни, лучше понимать себя, то тогда он постится в понедельник. Если человек хочет победить ситуацию какую-то, выиграть суд, хочет, чтобы операция прошла успешно, хочет решимости в жизни, храбрости, выносливости, повысить свой иммунитет, победить инфекцию, победить онкологию, то пост во вторник, это день Марса, день Победы. День Победы. Дальше. Следующий пост в среду. Когда человек хочет улучшить гармонию с этим миром, хочет, чтобы климат, как бы переносить лучше климат, изменение погоды, хочет гармонично в обществе себя вести, привыкнуть к своей работе, привыкнуть к обществу, в котором живет. То тогда пост в среду. Улучшить обмен веществ в том числе. Убрать аритмии из организма, дистонии всякие, то это пост в среду. Дальше. Если человек хочет увеличить веру, лишимость, достичь цели, целеустремленность развить в себе. Если человек хочет понять, что ему в жизни делать, разобраться со своей природой, быть или не быть, бить или не бить, и пить или не пить, то в этом случае надо поститься в четверг. Этот пост связан с Юпитером. Среда с Меркурием. Дальше. Если человек хочет в жизни счастья, любви, счастливой семейной жизни, хочет удачи, хочет друзей, счастливого общения, то тогда в пятницу, день Венеры. Если человек хочет устроиться на работу, выйти из тюрьмы, избавиться от инвалидности, избавиться от тяжелой депрессии, если человек хочет полюбить труд или найти работу, которая ему нравится, если он устал от жизни и замучился, тогда пост в субботу, день Сатурна. Если вот так же у него нет сил, остыния или тяжелое, неизлечимое заболевание. Пост в субботу. У нас время еще есть, кстати? Нет, уже нет. Так всегда бывает.